Если вы уже какое-то время смотрите мои видеоролики, то наверняка заметили, что иногда я берусь за обсуждение вопросов, которые я бы назвал сложными. Их можно рассматривать как несколько критичные или оскорбительные по отношению к отдельным людям. Но у меня никогда не было такого намерения. Когда я говорю, что это сложные темы, я имею в виду, что эти вопросы не так часто обсуждаются на публике. Однако обсуждать и рассматривать их необходимо. Существует немало сложных вопросов. Множество вопросов, связанных с гуру, вопросов, связанных с регулирующими принципами. Мы говорили о женщинах Дикша-гуру, обсуждали какие-то спорные вопросы, а иногда те вопросы, о которых трудно говорить. Порой я с большой неохотой говорю об этом, поскольку мне не нравится быть тем человеком, который представляет Сиданту на примере таких сложных вопросов. Я говорю на эти темы, так как чувствую, что об этом надо говорить. Их необходимо выявлять, так как это реальность. Например, вчера в одном видео мы обсуждали реальность того, что иногда ученик чувствует, что гуру не понимает его ситуации и что наставление, которое даёт гуру, не поможет ему. Им кажется, что оно будет в какой-то мере вредным для физической, эмоциональной или духовной жизни ученика. И что же с этим делать? Это острая тема. Мы говорили о том, кому следует принимать инициацию, а кому нет, насколько важно быть инициированным, и является ли это абсолютно необходимым. Это деликатная тема. Говоря «деликатная тема», я также имею в виду, что это то, о чём трудно говорить на публике. Хотя, как я сказал, говорить нужно. Но также эти вопросы можно назвать сложными и в том смысле, что мы, вероятно, не достигнем единого мнения по темам, которые я затрагиваю. Я хотел бы сказать о том, что одна из причин, почему я об этом говорю, я не стремлюсь показаться абсолютным авторитетом. Я говорю об этом на публике, чтобы дать вам понять, что подобные вопросы существуют в умах людей. Кришнадас Кавираджа сказал, «Не бойтесь говорить о таких вещах». Если какая-то тема трудна или противоречива, обсуждая её, мы должны действовать с величайшим уважением ко всем Вайшнавам. Ведь может показаться, будто мы критикуем кого-то, когда говорим, что люди порой совершают ошибки и так далее. Но у нас нет такого намерения. Наше намерение заключается в том, чтобы обрисовать реальность. И вот ещё одна реальность, о которой очень трудно говорить на публике. Одна моя духовная сестра рассказала мне, что во время преподавания курса ученик почти каждый раз по завершению к ней подходит какой-то студент и спрашивает, «Что делать, если выбрал не того гуру?» Вы спросите у меня, «Неужели вы говорите, что гуру, которого выбрал какой-то человек, может быть не тем?» Но этот человек имел в виду, что если бы у него была возможность сделать это ещё раз, он бы, наверное, выбрал кого-то другого. И что же ему теперь делать? Это не подразумевалось как оскорбительный комментарий. Это просто реальность. Эти реалии существуют в искон, и подобные темы необходимо обсуждать, потому что такие вещи действительно происходят. Возможно, с вами такого не произойдёт, но может произойти с кем-то из ваших знакомых, и они могут спросить у вас, «Что мне делать и как быть?» И это как раз один из моментов, который я хотел бы обсудить в данном видео. Если такое когда-нибудь произойдёт с вами или с вашими знакомыми, что вы будете делать? Как вы будете с этим справляться? Является ли оскорбительным даже думать об этом? Является ли это проявлением неправильного умонастроения? Может, с преданным, который так думает, что-то не в порядке? В каком-то смысле мы можем сказать, «Да, с ним что-то не так». Никто и никогда не должен сомневаться в своём гуру и проявлять к нему неуважение. Однако я не думаю, что этот человек не уважает своего гуру или сомневается в нём. Полагаю, речь идёт о том, что он слушает других гуру, и это действует на него так, как слова его дикша-гуру не могли подействовать. Другие гуру вдохновляют его сильнее, чем слова его дикша-гуру. Их слова откликаются в его сердце так, как не откликаются слова его гуру. Является ли это оскорблением? Я бы не назвал это оскорбительным. Могу просто сказать, что иногда такое происходит. Вы можете спросить. Возможно, прежде всего, это их собственное отношение позволяет им так чувствовать. Это можно оспорить, но не во всех ситуациях это будет правдой. Я встречал много преданных, которые ощущали, что слова других гуру откликались в их сердце сильнее. И суть заключается в том, что здесь нет ничего плохого. В каком-то смысле можно сказать, что это вообще очень хорошо. Если вас кто-то вдохновляет, то почему это должно быть плохо? Единственная неправильная вещь, которая может произойти в таком случае, это если вы начнёте из-за этого совершать оскорбление вашего гуру или преуменьшать его положение. Например, мы видели это в лагере ритвиков, которые утверждают, что никто не достоин быть гуру, кроме Прабхупады. Или что Прабхупада никого не назначал. Это противоречивый вопрос, который не находит подтверждения в шастре. И в задачи данного видео не входит обсуждение этого вопроса. Однако многие из них заняли оскорбительную позицию по отношению к тем, кто занимает положение дикшагуру, так как считают, что никто не должен занимать это положение. Они стали оскорблять их, как тех, кто ослушался Прабхупаду и пытаются его имитировать. Или узурпировал положение Прабхупады. И это нехорошо. У нас могут быть разногласия. Мы можем смотреть на какие-то вещи по-разному. Но если это побуждает нас оскорблять или не уважать преданного, что уж говорить о нашем гуру, это огромная ошибка. И мы видели, как некоторые преданные до такой степени привязывались к другому гуру, что начинали считать, что этот новый гуру единственный, кто может их спасти. А их первый гуру не обладает квалификацией. И это опасно. Итак, вернёмся к изначальной теме. Иногда преданный может почувствовать глубокую связь с человеком, у которого он не получал посвящение. Он очень вдохновлён, слушая его и служа ему. И в этом нет ничего плохого. Во многих случаях это происходит совершенно естественно. И это происходит не потому, что с преданным что-то не так. Преданный даже может сказать, «Если бы я встретил вас раньше, то получил бы посвящение у вас». Это не означает, что с его гуру что-то не так. Это не означает, что преданный не уважает своего гуру. По крайней мере, преданные не должны проявлять неуважение к гуру и считать, что с гуру что-то не так. Если уважение к гуру присутствует, связь всё ещё сохраняется, преданный во многом оказывает почтение своему гуру. И в свете этого преданный также получает наставление от другого гуру, служит под руководством другого гуру и даже развивает более близкие отношения с Шикша-гуру. То в этом нет ничего плохого. Это просто реальность. Это не означает, что сейчас все должны идти искать себе Шикша-гуру, если у вас есть сомнения. или если вы находитесь далеко от своего гуру или ещё по какой-то причине. Я говорю не об этом. Смысл в том, что с течением времени бывает так, что мы можем встретить другого преданного, который займёт особое место в нашем сердце. И это не наш инициирующий гуру. И у нас могут быть с этой личностью очень глубокие отношения. И это не просто неплохо. Это даже хорошо, так как это поможет вам в сознании Кришны. А если это поможет вам в сознании Кришны, вы также будете сохранять уважение к своему дикша-гуру. Тогда это здорово. Именно для этого и был основан Искон. Здесь есть множество преданных, которые могут помочь вам развивать сознание Кришны. Орехи, Сын. Ради, Шам-шам, Ради, Шам-шам, Ради, Шам-шам, Ради, Шам-шам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова